Дворца Румянцевых и Паскевичей Начальник управления внутренних дел Александр Васильев вручил награды лучшим сотрудникам службы. За высокие достижения в оперативно-служебной деятельности награды получили 50 человек. Торжественная программа следующего дня открылась церемонией возложения цветов к мемориальному знаку милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга. Расположен рядом с управлением внутренних дел памятник, символ верности сотрудников внутренних дел своему народу. Продолжились мероприятия на привокзальной площади. Здесь военно-историческое клубное объединение «Честь мундира» представила реконструкцию под названием «Дело Банды Гавриленко». Группировка действовала в Кармянском, Будокошлевском и Журавьевском районах в конце 40-х годов прошлого века. В результате сложной работы сотрудников милиции преступное формирование обезвредили, а 15 ее участников осудили. И последний аккорд мероприятий, торжественное собрание и праздничный театрализованный концерт. 19 апреля в общественно-культурном центре презентовали книгу, посвященную столетию Управления комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Гомельской области. Издание «Отечеству служим» наполнено фактами, многие из которых малоизвестны. Это новый взгляд на ряд событий, имевших место в истории нашего региона. Книгу выпустили тиражом в тысячу экземпляров. Во время празднования юбилея ее представили ветеранам службы. Все, кого интересует история создания службы и ее самые интересные и важные страницы, смогут ознакомиться с содержанием издания в областной универсальной библиотеке имени Ленина. Над созданием книги работали работники КГБ и сотрудники Музея военной славы. Завершились торжества с собранием с участием представителей городской и областной власти и праздничной театрализованной концертной программой. Останки военнослужащих Красной Армии и мирных жителей, жертв войны перезахоронили в деревне Калинина и агрогородке Красное Гомельского района. В сентябре-октябре прошлого года в лесном массиве в четырех километрах южнее Калинина были обнаружены костные останки 41 военнослужащего Красной Армии, которые погибли в 1943 году. 19 апреля их перезахоронили в братской могиле в Калинина, а на следующий день в Красном погребены останки 28 военнослужащих и более 100 мирных жителей, погибших в 1941 году. Вместе с останками обнаружили более 800 сопутствующих предметов, в основном личные вещи. Парк семейных деревьев появился в районе озера Бурое болото в Гомеле. С этой инициативой выступил Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Концепцию зеленой зоны разработали в Белорусском государственном университете транспорта. По задумке здесь будут высаживать аллеи, посвященные различным семейным торжествам, рождению ребенка, свадьбам и юбилеям. Основу будущего парка составили 20 кленов, которые высадили 19 апреля. Кстати, посадить свое дерево в семейном парке довольно просто. Для этого необходимо обратиться в Белорусский Республиканский Союз Молодежи.